Всем огромный привет! Я очень рада, что вы зашли на мой рукодельный канал. Зовут меня Александра. Живем мы в городе Белогорске Амурской области. И я передаю вам пламенный привет с нашего города. Доставайте ваше любимое рукоделье и добро пожаловать в новый влог! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Хотела пару слов сказать по поводу пряжи опал. Я вот буквально на днях собралась вязать новую парочку. Выбрала для себя вот этот моточек очень красивый, который буквально вот месяц назад я получала на Валбере, заказывала его из новой серии волшебный лес. Расцветки прямо просто в самое сердечко. Когда начала его вязать, я поняла, что опять тонкий моток. Я очень расстроилась просто безумно настроение совершенно у меня испортилось. И дело в том, что никак по мотку я не могу определить, тонкая пряжа или более или менее, я уже не говорю о пухленькой ниточке. Это сейчас просто такая редкость. Это встречается, наверное, только в каких-то очень древних-предревних партий пряжи. К сожалению, такая тенденция у нас касается не только пряжи опал, но просто печально то, что ниточка у нас совершенно небюджетная и рассчитываешь на одно, а получаешь совершенно другой результат. Я взяла, как обычно, свои спицы 225, набрала 60 петель и поняла, что ну совсем не то получается у меня. И дело в том, что ну вот внешне я не могу определить, пока я не начну вязать. Вот эти серии Ван Гог, серия, так, Хундер Вассер, они всегда, вот сколько я вязала, все нормально было с ниточкой, я не знаю. Сейчас вот такая вот идет тенденция совершенно. Печально, печально это все осознавать, но я думаю, что больше я заказывать ее не буду. Все-таки хочется мне попробовать другие артикулы. Я смотрю на палитру пряжи Аустерман, на палитру пряжи Актив. А там очень интересные мужские расцветки. Я хочу тоже повязать еще мужских носочков побольше. Но вот такое вот разочарование меня постигло. Так, ну вернемся к моим продвижениям, что я тут повязала. Связала я один носочек в совместный проект носочный блюз осени. Здесь, кстати, тоже пряжа Апал и секционная, и однотонная. Однотонная она тоненькая, это фуксия. Не секционка, а ну более или менее. Для меня это немаловажно при выборе носочной пряжи. Может быть для кого-то это несущественно. Они просто берут спицы номер два и вяжут ими. Но я не люблю двойку, поэтому вот я такая вот разборчивая в этой пряже. Эту ниточку вязала спокойно на список 2,25. Кстати, по поводу блокаторов, да, если снять с блокатора, носочек такой смешной. Резинка 2х2 связана. Связала здесь ручку свою любимую, мне очень понравилось вязать ее. Но пока вот только один у меня. Надо вязать второй. И еще вот связался вот такой вот у меня один носочек. Это я вывязываю остатки хеликса в детские носки. Примерно размер 29-30. Вяжу валеночки. Специально связала такой удлиненный паголинок, чтобы ножка не замерзла. Для детей всегда вяжу французскую пятку укрепленную. Она вот очень хорошо садится на детскую ножку. Вывязываю здесь Alize Superwash. Вот эта вот голубая ниточка я тоже вязала. Не так давно носочки с рюшкой. Рюшка у меня такая была беленькая. Вот. А вот эта вот сексонка, она такая уже из новых партий уже пошла тоненькая. А вот эта голубенькая еще очень классная ниточка. Вот такой вот процессик. И я вяжу последнюю парочку в совместный проект Вырастайка. Я заявляла три пары детских носочков. Так. И мои процессы еще. Какие тут срочные процессы. Надо связать ребенку шапку. Так. По пряже начала вязать шапку. Лана Гата. Класс. Итальянская пряжа. Цвет 0105. Здесь по составу 80% значит Меренос Экстра Файн. И 20% Ангора. И вот этот вот значок. Обращайте внимание при покупке пряжи. Видно, не видно? Вот. Ручка и тазик. И это означает, что ручная стирка. Да. Немножко предыстории расскажу, что у меня с этой пряжей произошло. Я вязала комплект год назад. Варежки, шапку и снут из этой пряжи. И получается так, что стирать я ее стирала на руках. Но для того, чтобы она у меня побыстрее высыхала. Так как мы уже пошли в детский сад, я это все отжимала в машинке. И комплект из аранов. И подваляла, в общем, эти изделия. Я была очень расстроена вот из-за своей вот этой вот такой вот халатности, наверное, так скажу. Пряжа вообще-то не бюджетная, да. Хороший состав. В общем, когда я достала шапку, то есть точнее, когда она у меня высохла, она, конечно, селась. И я просто со психу ее выкинула, расстроилась. А снут оставила. И вот я, когда проводила ревизию своей пряжи, обратила внимание, что лежит этот снут. Я потихонечку его распустила. И думаю, дай-ка я перемотаю пряжу и постираю ее. Посмотрим, может быть, она еще как бы пригодится для дальнейшего вязания, перевязывания. Вот, я перемотала на зонтики в большие, в пасму такую. Значит, и постирала в ласке, высохла она у меня. И здесь, конечно, связана была с двух ниточек. Они подвалялись. Ну, в принципе, пряжа нормальная, можно с нее вязать. Ну, и я решила опять начать шапку. Только в этот раз я буду вязать другую немножко модель. Но тоже люблю шапки с отворотом. Так как это все зимний вариант будет, вяжу фиксированный отворот. Значит, спицы, какие я брала, вязала я на список номер 4 резинку. Далее я прибавила 12 петель. Так как узор у меня будет с косами. А как вы знаете, что косы стягивают полотно. Равномерно прибавила 12 петель. И вот сейчас буду вывязывать вот эти косы. Здесь я маркеры поставила. Как раз у меня вот это количество петель по рапорту. Вот, косички я буду ввязывать с перекрещиванием в каждом восьмом ряду. И шапочка у меня будет под помпон. По поводу ушек я еще подумаю, вязать, не вязать. Ну, скорее всего, ушки еще буду ввязывать. Потому что где-то зимой ветер. А когда у нас все-таки здесь завязки. Шапочка плотно прилегает к лицу. И все отлично. Вот, так как нам еще только 4 годика. Все-таки буду, да, вывязывать ушки. Так, рассказала. И еще один у меня новый проект, процесс. Это шапочка из Ангоры. Из Ангоры Рэббит. Вот, я недавно получала такую пряжу. Цвет белый. Маленькие моточки. Так. Состав 70% пух кролика, 30% нело. Ну, такой же, как, например, Ангора 70 в названии, да. Метраж такой же, как у пухонорки. Но здесь не было никаких дополнительных нитей. В комплекте не шло. И вот такая бобиночка у меня. Красивущих микропоеток голографических. Вот. Шапку я вяжу для себя. Вяжу в 4 нити. Набирала 72 петли. Резинка 2 на 2. Значит, это отворот у меня уже провязанный. Но вместе... Вот здесь вот я пропустила пайетки. То есть, 14 рядов я вязала без пайеток. Так как вот эта часть как раз у меня касается лба. И далее я опять подцепила ниточку и уже вяжу с пайетками. Так, спицы здесь у меня 4 с половиной. Шапку я буду вязать на длину примерно 35 сантиметров. И потом буду закрывать. Вот такая вот у меня прелесть вяжется. Всем привет! Пришлось сегодня утеплиться. Так как у нас резко похолодало. Вчера вообще было плюс 20, а сегодня днём минус 3. Я иду на Озон. Забираю свои спицы. Хочу проверить, всё ли нормально с ними. Потому что спицы нам дешёвые. В общем, пойду забирать. Девчонки, хочу вам показать небольшие свои покупочки из уютного дома и магазина Фикс Прайс. Вот такие вот я взяла сервировочные салфетки. Очень мне понравилась вот эта салфеточка в виде листика. Такого золотого. По прямому назначению я их не использую. Использую для красивых фотографий. Чтобы показывать свои процессы, готовые работы. И ещё вот такая вот у меня серенькая салфеточка. Стоят они в районе 150 рублей. Может быть даже и поменьше. В Фикс Прайсе я сегодня вот такую вот корзиночку взяла. Вообще-то корзинка идёт для фруктов. Но её я буду использовать для пряжи. Я уже вижу, как я ставлю сюда. Складываются и моточки с пряжей красивые. Вот. И ещё одна корзинка. Но это уже корзинка. Я знаете, для чего подумала. Я её буду использовать для своих будущих бобинок. Вот такая вот корзинка. Написано корзина для хранения с ручкой. Такая довольно-таки объёмная. И за ручку можно брать и переносить. Стоила, по-моему, в районе 300 рублей. Но вот мне кажется, классно будет как раз для бобильной пряжи. Так. Для кухни я себе купила вот такую вот разделочную досточку новую. Она такая прям вот увесистая. Плотный пластмасс. Надо мне поменять все досточки на новые. Так. И для ребёнка я взяла обычный альбом для рисования. И увидела вот такие вот карандаши. Очень меня заинтересовали. Потому что тут написано, что здесь ещё идут неоновые цвета. И какие-то цвета с эффектом металлик. Посмотрим. Доча очень любит у меня рисовать. Вот так вот они выглядят. Да, вижу неоновые. Как раз вот. И вот эти с эффектом металлик. Такие они трёхгранные. Карандашики. Вот. На этом всё. Ну, вкусняшки я вам уже не буду показывать. Как обычно, я ей беру пирожное ламтишко. Кстати, сегодня забрала последняя. Была пачка. Беру сок. Без сахара фруктоняня. Нет, не фруктоняня. Сады придонья. Вот. Ну, посмотрела раскраски. Ничего мне особо не приглянулось. В фикс прайсе. Ну, и давайте я вам сейчас покажу. Спицы, которые я забрала с озона. Мы с вами подробно их рассмотрим. Итак, начнём распаковку новых спиц. Эти спицы я заказывала на озон. Вообще, хотела вначале заказать на валберес. Но, помониторив цены, я заметила, что на озон, на такие спицы, цена на полторы тысячи ниже. Конечно, на озоне пришлось ждать мне где-то две недели. На валберес пришли бы они намного быстрее. Ну, думаю, подожду. И дождалась я своей спицы. На пункте выдачи я их открыла. Всё проверила. Проверила сами спицы. Проверила тросики всё тщательно. И давайте посмотрим, что входит в этот набор. Набор называется Grace. Грация в переводе. Это укороченные спицы. Называются они Landermon. Это спицы от Knit Pro. Уже не новинка. По-моему, год назад они только появились на рынке. И, конечно, все новинки всегда очень стоят дорого. Сейчас уже цена более или менее снизилась. Поэтому вот я не особо оторопилась их заказывать. Я очень люблю разные спицы. Не только металлические, но и деревянные. Люблю пробовать разные спицы. Потому что я гурман. Я не могу одними спицами вязать. Но еще потому, что я вяжу разную пряжу. То есть, деревянными спицами очень хорошо вязать. Махер. Вязать альпаку. Вязать мерино с кашемиром. Отлично. Потому что пряжа на деревянных спицах не так сильно скользит. И петли не убегают. Спицы не выпадают. В общем, эти спицы изготовлены из эбенового дерева. Давайте посмотрим. Вот такой вот чехол. Здесь просто предоставлена этикеточка. Вот как выглядит набор. Он такой, сам небольшой. Я взяла половинчатый набор. Вообще, у Ландермун есть спицы стандартной длины. Есть спицы укороченные. Есть у них половинки. Есть и четвертинки. Я заказала набор укороченных спиц 10 сантиметров. И мне именно нужны были половинки. Набор состоит из пяти пар спиц. Давайте посмотрим номера. Значит, троечка. Три с половиной. Значит, четверка. Четыре с половиной. И спицы номер пять. Что хочу сказать по поводу спиц. Спицы очень легкие. Они безумно красивые, да, эстетические. Вот этот вот золотой наконечник, да, очень классно, да, выглядит. Они легкие, очень гладкие. Это дерево хорошо отполировано. Давайте посмотрим, что у нас тут еще в комплекте идет. В комплекте идут два тросика. Это именно тросики. Не лески, а тросики. Вот так вот они выглядят. Стаканчик крутится. Так, значит, по стыкам посмотрим. Все здесь очень гладко. Значит, тросики. Один тросик на 40 сантиметров, а другой тросик на 50 сантиметров. Тросики похожи на тросики Чиагу. То есть в такой вот оплёточке находятся. Думаю, что они без эффекта памяти. И в комплекте еще здесь вот такие ключики. для того, чтобы нам хорошо закрутить эту спицу, чтобы она у нас при вязании не раскручивалась. Так. И в комплекте еще шли у нас вот такие вот заглушки деревянные. Так, четыре штуки, по-моему, да, четыре штуки. И вот такие вот маркеры, кисточки. Я, конечно, такими маркерами не пользуюсь. Ну, пускай как бы будут в наборе. Еще, девочки, хотела сравнить эти спицы с другими моими деревянными. У меня есть стандартный набор спиц лики. Они из ламинированной березы. Я просто хотела сравнить по кончикам. И также есть тоже спицы лики, но они укороченные. Такие вот розовенькие. По поводу кончиков. У спиц ландермун все-таки острее кончик. Ну, конечно, не супер острые. Но, может быть, вы видите, он потоньше, чем спицы лики. Так, сейчас сравним. У меня три с половиной тоже здесь есть. У стандартной спицы. Ну, повязать я еще пока на них не вязала. Я обязательно сейчас попробую. И поделюсь с вами обязательно своим впечатлением. Пока мне все нравится. Так, вот эти спицы я покупала отдельно, поэтому вообще они тоже в наборе продаются, укороченные. Но надо мне как-то их куда-то сложить аккуратненько. Последнее время почему-то вот рука у меня не тянулась совершенно вязать на этих спицах. Ну, по длине они, да, они идут короче, чем ландермуны. Даже сравниваю. Вот, где начинается стакан, и вот здесь начинается стакан ландермун. Они по длине идут. А линейки у меня здесь нет, чтобы замерить. Вот такая вот разница. Ну, вот, девочки, такая вот у меня покупочка. Я очень рада, что сделала себе этот подарок. Буду вязать, буду пробовать. Попробую на разных своих процессах. У меня вяжется и джемпер с пухонорки, вяжется джемпер из альпаки. Поэтому мне эти размеры нужны. И так как они укороченные, на этих спицах очень хорошо вязать шапки, а также горловину и рукава. Но на этой замечательной ноте я хочу с вами попрощаться. Спасибо, что досмотрели до конца. И увидимся с вами в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok